Самодельная аэролодка с двигателем Toyota и днищем из легкосплавного металла, сделанная для активного отдыха в любое время года, летом на воде, а зимой везде. Субтитры делал DimaTorzok Мега-машина для искусственных волн в австралийском городе Йопун. Эту штуку еще в 2018 году построил местный серфер с командой единомышленников, потратившись на 37 миллионов долларов. С тех пор она тестировалась и дорабатывалась, а полноценное открытие планируется только в 2025 году. Главная фишка аппарата в возможности создавать сразу несколько типов волн для серферов с разным уровнем подготовки. Первый мотоцикл с паровым двигателем Райт, построенный американским изобретателем Ропером в 1869 году. В Китае разработали специальный багажник на крыше автомобиля для хранения, транспортировки и автоматической подачи инвалидного кресла-коляски к дверям автомобиля и обратно. Редактор субтитров А.Семкин История электромобильного транспорта История электромобильного транспорта очень богата разработками лучшего, удобного и оптимального городского сетевого транспорта. Среди них не последнее место занимает двухместный концепт-кар Chevrolet NV20 компании General Motors, который может управляться как в обычном режиме, так и автономно. История электромобильного транспорта позволяет вести работы практически сходу. История электромобильного транспорта Полугусеничный мотоцикл-вездеход высокой проходимости Катенкрат, разработанный и массово выпускавшийся в Германии в годы Второй мировой войны. Данный экземпляр произведен в декабре 1944 года, а после войны был импортирован в Японию. История электромобильного транспорта В Китае создали дроны для тушения пожара, испытания которых произвели на высотных зданиях, где тушение обычными средствами невозможно. Тарантасы из всякого хлама и подручного материала, гонки которых ежегодно проводятся по всему миру. Основным критерием их участия в шоу является полное отсутствие какого-либо привода. Победитель должен не только финишировать, но и иметь у своей тачки максимум фантазии и безумства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Польский самодельный культиватор с гидравлическим приводом от трактора и ручным управлением. Польский самодельный культиватор с гидравлическим приводом от трактора обеспечивающим максимальное измельчение, рыхление и перемешивание грунта. Польский самодельный культиватор с гидравлическим приводом от трактора. Польский самодельный культиватор с гидравлическим приводом от трактора. Кантователь крупного рогатого скота для обрезки копыт. Данная процедура считается обязательной по уходу за всеми копытными животными, поскольку она предотвращает появление многих проблем со здоровьем, а также повышает показатели продуктивности. Изготовленный в единственном экземпляре, восьмиколесный, шарнирно-сочлененный канадский трактор Бикрой 1080. Построенный в 1977 году, он был самым большим трактором во всем мире, с высотой почти 4 и длиной около 10 метров. Как во Вьетнаме, готовят почву под выращивание арбузов. Обычно это земля, на которой выращивали рис. При этом оставшаяся рисовая стерня служит своеобразной мульчей, существенно улучшающей урожай бахчи. Посадка лука в Корее универсальным трансплантатором джуком, который имеет филигранную точность посадки до 5 миллиметров и используется для высадки многих культур, в том числе и риса. Продолжение следует... Русский вездеход «Амфибия» 8х8 на шинах сверхнизкого давления «Шаман». Производится в Тверской области компанией «Авторос» как комфортабельное транспортное средство для любого бездорожья. Имеет эксклюзивную закрытую раму с независимой подвеской для каждого из колес. При этом все колеса имеют рулевой привод. Несмотря на высокую цену, почти 27 миллионов рублей пользуются большим спросом и заказы расписаны на несколько месяцев вперед. Производство железобетонных опор для линий электропередач. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...